Фермерство – опора развития села. Так звучит лозунг аграриев Ульяновской области, которые съехались на территории УГСХ, чтобы поделиться своими успехами за прошедший год. Тема съезда сельхозпроизводителей актуальна как никогда. В прошлом году на развитие фермерства в нашем регионе было выделено 483 миллиона рублей. При этом фермеры произвели продукцию на сумму без малого в 9 миллиардов рублей. На съезде, прошедшем в Ульяновском аграрном университете, представили продукцию областных товаропроизводителей. Развернулась ярмарка. Антон Бойцов из казачьего кооператива «Станичный» Новоспасского района представил молочную продукцию и кондитерские изделия ручной работы. Про коровье молоко и сыр на ассортимент своего производства может рассказывать часами. Антон, расскажите, пожалуйста, что у вас представлено на выставке ярмарки. Вот я вижу сыры, молочные продукции. Как конкретно они называются? Сыры у нас представлены нескольких видов. Это сыр рикотта, сулугуни, брынза нескольких видов, хауми трех видов, сырный рулет и наш всем любимый качот, полутвердый сыр. Все это делается из молока А2, который я вам предлагаю попробовать. Я думаю, оно напомнит вам вкус детства, оно будет иметь приятный сладковатый пыль. Большим удовольствием. Благодарю. Действительно напоминает вкус детства, очень классное молоко. Другой молодой фермер из Тушнинского кооператива Андрей Казанчев, победитель гранта Агро Стартап 2020. Выигранные денежные средства кооператор пустил на разведение овец и крупного рогатого скота. У нас Тушнинский кооператив сельскохозяйственного, он как бы уже с очень недавних времен, у нас там имеется свой колбасный цех и молочный цех переработка. То есть у нас изготовление идет все от А до Я. То есть заготовка кормов, выращивание скотины, изготовление продукции. То есть вот этим мы и занимаемся, это наша такая доля. Семейная династия Лопатинах из Чердоклинского района занимается пчеловодством более 40 лет. Традиции передаются из поколения в поколение. Производят как непосредственно сам мед разных сортов, так и переработку жизнедеятельности пчелок, пергу, соты, пчелиный яд. Делают и декоративную тару под продукты пчеловодства. Житейский опыт показывает, что мед – это уникальный продукт в быту. Замена белому яду сахару и панацея от различных недугов. Да просто уберите сахар со стола, и он будет идти и к чаю, и так, и на кусок, и на болиные, когда какие-то простудные заболевания. Сразу вот заболело голову, начало пепешить. Возьмите кусочек меда и высосите просто его с самого начала, и таблеток не понадобится. Съезд ульяновских фермеров посетила вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств России Ольга Башмачникова. Она отметила опыт товаропроизводителей Ульяновской области как образцовый по стране. Считаю, Ульяновск – это действительно прогрессивный регион. Здесь очень много интересных решений, связанных с господдержкой. Работают программы социального лифта, когда практически мы доращиваем до крестьянских фермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства. И есть различные меры регионального бюджета, помимо федерального бюджета, и специфические направления поддержки. И мы стараемся транслировать опыт Ульяновской области на другие регионы. Руководство областного профильного министерства отмечает, что в Ульяновском регионе работает уникальная научная база, где воспитывают будущих профессионалов земледелия. Хотелось бы выразить огромные слова благодарности не только за площадку, которую, Виталий Александрович, вы сегодня нам представили для проведения съезда, но и, конечно, за ту огромную работу, которую своим коллективом вы проводите сегодня для аграриев Ульяновской области, для фермеров, помогая им. Из года в год развитие агропромышленного комплекса занимает лидирующие позиции по различным показаниям. Так, за 2020 год Ульяновский регион стал лидером в ПФО по сбору зерна. Стабильно наблюдается прирост крестьянско-фермерских хозяйств в области. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ, из Чердоклинского района Ульяновской области.